Так, ребятушечки, всем привет! Вы на моем YouTube-канале Кугода Михаила, где я делаю все. Непонятно. Для вас? Ну, для меня очень даже логично, смешно, актуально и завораживающе. Ребята, сегодня хочу с вами поговорить про книгу Бернара Вербера. Или Бернара, да, по-моему, Бернара, француз. Бернара, да, Вербера. Танатанавты. Ура! Я прочитал эту книгу. Теперь хочу поговорить с вами так, как я вам и обещал. Я дико извиняюсь за тряску, я еду по западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге за езды. Вы, наверное, не знали, что такое есть. Еду на репетицию. Итак, начнем. Танатанавты. Бернар Вербер. Классная книга. Все, пока. У меня, честно, каждый раз происходит какой-то коллапс в голове за туп, потому что, прочитав книгу ту или иную, не обязательно что-то из Вербера, у меня очень много вопросов. У меня просто тон на вопросах. У меня гигантина, куча, уйма, массу вопросов к этой книге, к тому, что происходит. Что я узнал? Маленькая автобиография Бернара, француз, писатель, философ, который тоже оказал огромное влияние на мировую культуру. Да ладно, я уже приврал по поводу оказания на мировую культуру. Нет, но он оказал влияние на мировую культуру, однозначно, да. Он внес очень прикольно свой жанр. Фантастика, философия и приключения. Вот. Что по поводу Бернара Вербера? Да, по-моему, все. Вот такая короткая автобиография. Что по поводу его творчества? По поводу его романов? Я познакомился с ним через Танатанавтов. Мне посоветовал мой друг. По крайней мере, я его считаю другом. Я не знаю. Может быть, Дима, ты меня не считаешь другом. Дима так, аааа, блин, как достал меня кукота. Дима Шпиньков посоветовал мне эту книгу прочитать. Он мне, кстати, ему вообще большое спасибо. Я уже говорил об этом, что Дима мне помогает с литературой. Мы духовный наставник. Но есть еще и Денис Косяков, в котором я тоже иногда подворовываю, спрашиваю, какие книги прочитать. Так вот, Дима сказал, что познакомься с этим произведением, с этим романом Танатанавта. И я с ним познакомился. Потом начал, ну, после прочтения этой книги, начал задавать себе миллион вопросов, зашел в YouTube, на Википедию, начал изучать. Оказывается, у него была книга, которая очень долго... Муравьи, муравьи. Роман, который очень долго не могли опубликовать. Но потом опубликовали. Потом у него была трилогия муравьи. Муравьи... Возвращение муравьи. В общем, про муравьев. Я обязательно это прочитаю. Но сейчас вернемся к Танатанавтам. Значит, Танатанавта, это какая-то у него там тоже есть целая часть. По-моему, даже есть трилогия. Боги, мы боги. Все о богах. Ангелы. Я сейчас начну путаться в показаниях. Это самое страшное. Ребята, знаете, что самое вообще... Нет! Вот что хочется сказать. Я могу делать разбор книг профессионально. Вы уже заметили, да? Что я профессионально разбираю. Я нахожу те моменты, которые нужно, так сказать, вскрыть. Да, обсудить, так сказать, диалог со зрителем, диалог с читателем, вопросы автору. Я это могу делать, как вы заметили, вообще на 5+. Так вот, я... Я на самом деле после прочтения книги Танатанавты задаюсь очень многими вопросами. Во-первых, есть маленькое сходство с коматозниками. Я прочитал в интернете, что коматозники. Фильм был снят в 90-х, а в 94-м был написан роман Танатанавты. С чем они схожи, вы скажете? С чем они схожи? В Танатанавтах и в коматозниках два, значит, два, как, как, не, они не профессиональные. Короче, два медика, два медика пытаются сделать эксперимент. Они погружают в коматозное состояние человека, потом через несколько минут его пробуждают и расспрашивают, что он увидел в том мире, в потустороннем мире. Вот, в принципе, все, вся идея романа. И у коматозников такая идея была, и у Танатанавтов такая же идея. Я прошу прощения, я тут как таксист. А, пацана, да! Прошу прощения, что я отвлекаюсь. Вот. Это была очень простая идея коматозного состояния, потом пробуждения. Не всегда получалось, очень много было смертей, но на то он и эксперимент, научный эксперимент, потому что только на своем опыте выезжали. Ну, много людей погибло. Значит, какое еще сходство этого замечательного романа Танатанавты? Сходство. Я пронаблюдал сходство. Я читал на первом курсе... Ой, нет, это был второй курс Театральной Академии. Я прочитал Данте Алигери «Божественную комедию». И вот там тоже прослеживался сюжет, когда Вергили вместе с Данте спускались по кругам ада, по эти девять кругов ада, и он рассказывал про каждый круг. Так у Танатанавтов тоже есть такая тема, там несколько типа... Они так называемые мохи, мох, мох, мох это типа как круг, типа как коридор. Он тоже состоит, ну, он, правда, из семи, божественное число семь, да? Мох один, мох два, мох три, мох четыре. Там очень классно он описывает, что каждый мох – это встреча со своими страхами, встреча со своими переживаниями, потом встреча со своим развратом, потом встреча с наукой, встреча с красотой, познание красоты. Ну, то есть у него там каждый круг, в котором попадал человеческая душа, привязанная пуповиной, вот, серебряной пуповиной, эктоплазма, они назывались эктоплазмами, вот. Ну, они проходили этот каждый круг, вот. Там описывает он это все невероятно круто, но мне очень понравилось, как он это описывает, мне очень понравилась вообще, как бы, идея. Да, это попахивает, конечно же, еще раз повторюсь, с Данто, Аликери и коматозниками, но я подумал, что, ну да, попахивает, но все равно это как бы… Давайте так, возможно, вы сейчас можете сказать, что это те же яйца, только в профиле, но какие это яйца, как они описаны, как они расписаны, как они погружают тебя, как они заставляют тебя философствовать, потому что это все-таки же, я считаю, такая литература уже с философией. Ну, я уже выше сказал, что это как бы роман философский, фантастика философии и приключения, во, приключения, получается, как будто бы три составляющих. Там есть фантастика, там философии и приключения. Прикольно, кстати, прикольно, когда сочетаются эти три жанра. Вообще, мне очень нравится, оказалось, мне это безумно нравится, как и роман, женский роман, я не особо, как бы, а вот детективы, вот эти приключенческие, из фантастика, я что-то на них подсел. Как и постапокалипсис, это тоже какая-то своего рода приключения, знаете, когда в мире никого нет, а у тебя только пирочин и ножик. Ай! Элибург, иди! Это очень интересно. Ну, то есть, мне прям это зашло. Очень круто. Теперь, какие вопросы к этому роману? Вопросов очень много. Под конец, конечно же, романа он чуть-чуть расплылся, и было такое ощущение, что как будто бы, знаешь, там... Бернар, а, ты написал роман? Да. Сколько страниц? Четыреста. Ай! Не хватает до пятиста. Давай еще на сто страниц что-нибудь напиши, там, размашь по тарелке. Ты это можешь. И начинает размазывать по тарелке. Такой же маленький секрет у... Блин, слушайте, все видео будет в такой тряске, я прошу прощения. Такой же маленький секрет по поводу размазывания по тарелке у Хьювель Ной Харари, у Сапиенс, 21 век для... 21 урок для 21 века, Хома Дус. У него тоже есть некоторые главы огромные, но есть такое ощущение, что он прям, ну, размазывает по тарелке. Ну, то есть, надо, типа... Ной, нужно, короче, это... Размазывать по тарелке на страниц 50, и он размазывает. Хотя это можно было в одну главу, там, не знаю, в страниц 10 это написать. Ну, саму мысль, саму мысль, сама идея. Вот, по поводу Танатанафты, да, Танатанафтики. Вообще прикольно, когда он это сочетает с таким, знаете, такое... Сейчас скажу, ляпну, блин, может быть, даже неправильно. Вообще все, что я говорю, подвергается сомнениям, потому что я еще сам не мог, вернее, я еще сам не могу, как бы, на 100% гарантировать то, что я вам говорю, но это очень интересно. Послушайте мои мысли. Слышите, послушайте мои мысли. Как будто бы двоемирие. У сказки есть такое, да, двоемирие, когда, типа, человек попадает куда-то, в какой-то сказочный мир, и вот это вот двоемирие можно соотнести и к Танатанафтам. Есть мир живых, есть мир умерших. Да, прикольно, что он нас учит, допустим, после прочтения этой книги, прикольно, что он нас учит быть воспитанными, интеллигентными, нравственными, потому что без этого тоже никуда, без нравственных. Ну, то есть, все то, о чем в заповеди говорится в Библии, в любой, в любой вере о том, что не убей, не укради, веди себя хорошо. Тема реинкарнации мне очень сильно понравилась. Я в это тоже верил. То есть, по сути, как бы, из того, что я уже набрал по, можно сказать, это эзотерика, да, литература эзотерика, типа, путешествия, когда тело путешествия в пространство во время всякие Будды, Харе Кришны, погружение в чакры, роман-ра, шаран-шра. Вот, он задел, как бы, эти струны, тоже туда это все приплел. Вообще, желание быть и приблизиться к Богу, и мы созданы по образу и подобию Бога, типа, я Бог, я могу выбирать, я могу делать, это он тоже очень сильно затрагивает. В итоге это все все равно остается, что правильно, секретом, непознанным, непостижимым секретом, несмотря на то, что они нарушили все законы и попали все-таки же в рай, начали расспрашивать у архангелов, там очень интересно тоже, как он написал суд трех архангелов, архангел Михаил, архангел Гавриил и архангел Рафаил, которые вершат судьбу человека, который попал в рай, они взвешивают его, и там очень прикольно написал по шестибальной шкале, шестисотбальной шкале, значит, ты, если, типа, набираешь эти шестьсот баллов, ты можешь реинкарнировать и выбирать во что угодно. Ты также можешь деградировать, можешь в растения, в животного реинкарнировать. Ну, тема реинкарнации-то всегда вообще меня возбуждала, типа, нет, ну, у скептиков, конечно же, и атеистов, что нет жизни после жизни, да, есть только смерть и все, а я вот верю, что можно реинкарнировать. Это прикольно, это прикольно, вообще прикольно верить в эти штуки, потому что они заставляют тебя, как бы, знаете, как будто бы надежду у тебя есть, что ты, ну, в этом мире как бы обосрался, ну, давай я хотя бы тогда стану... О, 12 часов ровно. Это, кстати, выстрел на Петропавловке в 12 часов, да, на Петропавловке ровно в 12 часов выстреливает пушка. Ребята, это пушка, пушка в 12 Петере, пушка. Так что 12 часов дня, знаете, я сейчас это все загружу, перезалью. Вот, это вся тема философская меня очень сильно нравится, очень сильно возбуждает. Тема всяких там реинкарнаций, да, желание как бы остаться, ну, не то, что остаться при своих, а остаться вот в этом мире. Ну, там, хорошо, я буду молекула, вода, кирпич. Очень интересно... Ребята, это безумно интересно. А знаете, почему все это безумно интересно? Потому что ты, когда читаешь книги, это же все-таки не фильм и не интернет, ну, то есть не YouTube-блог кого-то домой. Это все-таки же книга, когда остаешься ты наедине с этими буквами, предложениями, мыслями, которые заставляют тебя, твой механизм вот в башке начинает... Он начинает работать, ты начинаешь задавать очень много вопросов, очень много интересных вопросов, и безусловно, безусловно, эти все вопросы, ты как бы, ну, не можешь на них ответить. Не то, что ты не можешь ответить, друзья твои не могут ответить. Вот я сейчас говорю о Витиевато запутанной, я сразу прошу прощения, раз 700 у вас прощения попросил. Хоть я и Витиевато запутанно говорю об этой книге, об этом романе прочитанном, но делаю я это первый раз, я не могу, то есть я не считаю себя таким критиком и авторитарным моим мнением не является, это я уж точно знаю, потому что я только-только начинаю разбираться в литературе. Начал читать литературу в 23 года, мне сейчас 33 года, ровно 10 лет. Ровно 10 лет я читаю книги, и только сейчас я начал понимать, что я совершенно ни хрена ничего не знаю. Я мега супер тупой, реально, мне это какая-то непостижимая хрень, которая только с годами точится, и каждый раз надо обсуждать книгу, что и в принципе стало следствием моих вот этих вот блогов, и так как есть времени мне с вами пообсуждать это. Я безумно, безумно просто люблю читать книги, и еще так же безумней люблю их обсуждать, но правда не с кем, вот. Поэтому я в одностороннем порядке вам об этой книге. Хорошая книга, рекомендую к прочтению. Прочитайте его «Муравьи» Бернара Вербера. Это очень, ну, на мой взгляд, это очень нужная литература, которая в принципе, вы знаете, нет плохой литературы. Нет, есть плохая литература. Ладно, я лукавлю. Я просто хотел сказать, что нет плохой литературы, потому что мне пока не попадалась плохая литература. Очень хороший вкус у моих друзей, вот. И я вам рекомендую. Это проверенный вкус. Это неплохо. О самой Танатонавтике, да, Танос, Танат, Таната, Танатас, да, Танат – это смерть, Натас – это путешественник, то есть путешественники, разведчики смерти, да, путешественники смерти. Идея очень прикольная – разведать, узнать о смерти. Под каждой главой он оставляет выдержку из религии, из всех религий, существующих на этой земле, выдержка о смерти. Тоже очень прикольная, очень-то тоже прикольная. Пять! Я не могу разбирать! Я не могу, оказывается, разбирать книги, реально не могу. Ну, то есть, пересказать могу. Мысли у меня, ну, блин, классная книга, но она действительно заставляет тебя, как и Данта Алигири, задуматься, а надо ли делать это плохое, а нужно ли, конечно же, накапливать эти баллы. Да, он описывает там фрагмент хаоса, когда все поняли, что, типа, нужно вот эту вот карму свою не попортить, чтобы реинкарнировать. И там создается хаос из самых-самых добрых людей, идеализируя мир, что нету насилия, нету войн, нету побоев семейных. То есть, настолько все стало пресно, скучно. То есть, знаете, вот везде, то есть, он говорит о правиле, что я понял, о правиле равновесия. То есть, в нашем мире должно быть равновесие зла и добра. И только тогда это все работает. То есть, мы не можем постичь зло, не попробовав яблоко с Эдемовского сада. Кстати, не попробовав яблоко, то есть, Адам, не попробовав это яблоко, он бы не познал горе и печали, то, что, в принципе, познает человек. Это у меня, кстати, тоже вопрос. Древо познания. Зачем наказали Адама за то, что он хотел познать древо познания? То есть, он же познание хочет, я хочу познать. И это религия его, ааа! Вы мне скажете, что много религия делала, разные религии делала плохого людям, мега-мега умным людям, которые подвергали эту религию, на ее честность, искренность. Очень многих же, помните, вот это все, сжечь на костре все сразу. Во имя религии мы много воин с вами повидали. Вообще, это очень интересный вопрос. У меня моя любимая теща, я ее безумно обожаю, она очень религиозный человек, она невероятно круто поддерживает со мной разговор на эту тему. Я вообще просто балдеваю. У меня вообще теща невероятно умная, эрудированная. И вот все, что касаемо, допустим, по христианству, по вере, по Библии, она просто вообще меня разносит в пух и прах. Я ее люблю. Она смотрит мои блоги. Блин, это очень круто, конечно. Это очень круто. Каждый раз начинаешь задумываться. Ёб твою мать, 18 минут! Каждый раз начинаешь задумываться вообще по поводу своего существования, по поводу религии, по поводу вообще небесных тел, космоса, вселенной, души. Да, тут как бы не сойти с ума. Но это, понимаете, что учит эта литература? Что учит? Чему она обучает? Она, во-первых, обучает тебя мыслительному процессу. Ты начинаешь все-таки мыслить, думать, осознавать. Ты начинаешь для себя подчеркивать очень много интересного, чем бы ты воспользовался в этой жизни, чем бы ты не воспользовался в этой жизни. Конечно же, о добре и зле, о законах, да, о мире, миропорядке, да, так называемом. То есть понятно, что нету законов, значит хаос, да. Законы у нас устанавливают, понятно, что у нас есть конституция, законодательная, исполнительная, судебная, и Библия, да, тоже устанавливают законы. То есть благодаря этим законам, благодаря тому, что человек не может познать что-то, он как бы в тисках, да, а любой воспитанный человек, он как бы придерживается, как и я, любой гражданин Российской Федерации, и не только гражданин мира, любой гражданин мира, он придерживается этим правилам чтобы правильно чтобы не было хаоса это однозначно потому что у нас бы этого ничего если бы у нас в мире был хаос мы бы сейчас с вами не смотрели по телевизору из ноутбуков и айфонов и телефонов вот это видео которое в общем я максимально ублюдский сделал обзор я очень старался и максимально ублюдский надо кстати назвать ублюдский обзор ублюдский обзор вот надо вот какую-то такую заставку сделать и каждый раз вот выпуливать дабы снизить претензии на интеллектуальный вы уже поняли да какой у меня айки что такое айки это айки короче ребят из всего что я здесь наговорил все это заключаю в общую в общую смысловую нагрузку книги читать надо бернара вербера тана танафтов прочитать надо потому что это очень классно а еще безумно классно когда ты читаешь книгу и ты вспоминаешь о других книгах которые ты уже прочитал и ты понимаешь что ты можешь сравнить то есть ты становишься чуть-чуть эрудирование что и что вот в общем я вас очень сильно люблю мои интеллектуалы давайте все-таки держать себя в тонусе познавать этот мир литературу быть хорошими людьми подписывайтесь на мой канал ставьте все что угодно не ставьте все что угодно пишите не пишите давайте с вами общаться мне очень кстати нравится ваши мысли идеи у вас что-то есть однозначно пусть нас мало но мы зато вот как пять пальцев на руках когда мы вместе все мои хорошие давайте пока пока сейчас буду выкладывать это видео у себя басраться 20 минут